У нас не было какой-то подробной аналитики. Вся аналитика собиралась менеджерами вручную, все ставилось руками, были потери сделок. Мы забываем про клиентов. Руководитель продаж пришел ко мне и сказал, надо, надо делать что-то, чтобы менеджерам было удобно. После внедрения доработок выросла выручка. Нет такого, что мы теперь забываем про клиентов, потому что задачи ставятся автоматически. Хабрикарьера — это место, где встречаются IT-работодатели и айтишники. У нас много сервисов, зарплатный калькулятор на реальных данных, маркетплейс образовательных курсов с отзывами выпускников, рейтинг работодателей на основе отзывов сотрудников компании, эксперты, сервис по подбору менторов, которые проводят консультации и помогают с решением различных вопросов. Работодатели размещают у нас вакансии, пользуются абонементами, доступами к базе, ищут сотрудников. В АМА-СРМ мы работаем именно с этими потребностями клиента, ведем учет услуг, которые покупают клиенты, развиваем их на дальнейшее сотрудничество, привлекаем налог. У нас не было какой-то подробной аналитики. Вся аналитика собиралась менеджерами вручную. Была Google-таблица, в которой менеджеры отмечали, сколько сделок, на каком этапе, на какую сумму, с кем ведутся переговоры, о чем. Из-за этого при переходе компании к другому менеджеру было очень сложно сориентироваться, о чем раньше был разговор. Из-за этого были потери сделок, потому что человеческий фактор присутствует, и могли упустить те сделки, которые могли бы стать успешными. В конце 2021 года руководитель продаж пришел ко мне и сказал, надо, надо делать что-то, чтобы менеджерам было удобно, чтобы сделки не терялись, как-то автоматизировать. Я начала поиск интеграторов. Мне подсказали, что можно обратиться к интеграторам, скинули несколько компаний. Я выбрала две компании. Одна из них была InGroup, с которой мы и начали сотрудничество. Мы прописали сначала все процессы в нотации BPMN, описали и согласовали с клиентом. От нас нужно было предоставить несколько материалов, которые потом бы использовались для настройки аккаунта. После этого настроили демо-аккаунт AmosRM, презентовали то, как менеджеры будут работать, все это согласовали. Ну и, собственно, дальше начали переносить настройки. Заполнили после настройки аккаунта аккаунт компаниями, и дальше у нас все пошло по автоматизированному процессу. Сделки создавались по действиям клиента. Мы ушли от того, что на каждое действие клиента создается отдельная сделка, и у нас появилась политика одной сделки на компанию. И эта сделка бегает по воронкам. Во внедрении использовались все стандартные инструменты, то есть инструменты из Marketplace AmosRM, какие-то интеграции, плюс сам функционал AmosRM. Единственное, что было на стороне разработки, это была интеграция с сервисом Hubber Carrier. Разработчик настраивал, что если клиент оплатил счет на сервисе, то в AmosRM придается информация, и там создается сделка. Там фиксируются все действия, и мы, соответственно, можем эти действия передавать в AmosRM и на основе них делать какие-то автодействия, то есть, например, передвигать сделку, ставить задачу и так далее. Как происходит покупка вакансии? Мы регистрируемся, выбираем, какой тип вакансии хотим опубликовать, выставляем себе сами счет, оплачиваем его, ну и, соответственно, дальше выставляем уже вакансию. Все происходит автоматически, все здорово, но что происходит часто? Мы, например, зарегистрировались и забыли. Если же клиент не активировал услугу в течение месяца, то там поставится автоматическая задача на ответственного менеджера, на дожатие клиента, чтобы менеджер связался, узнал, в чем есть сложности, напомнил, помог с активацией. Удалось все реализовать таким образом, что в сделках существуют всегда задачи именно в тот момент, когда со сделкой что-то не происходит долгое время, либо, наоборот, что-то произошло, что требует участия менеджера. Можно теперь звонить прямо из АМАСРМ, никуда не уходя, не связаться с клиентом, и там же есть запись звонков, которая погружается в сделку, ее можно прослушать, и руководитель на делопродаж может концентрировать свое внимание на том, как менеджеры общаются, где допускают ошибки. Теперь мы понимаем, почему клиент отказался. То есть у менеджера нет варианта, что он может не указать причину отказа клиента, и нам теперь стало проще анализировать. Нет такого, что мы теперь забываем про клиента, потому что задачи ставятся автоматически. Это тоже повлияло на то, как мы работаем с клиентами, и как мы боремся за те деньги, которые мы можем получить. Вот в данном случае главный результат – это именно автоматизация, которая позволила менеджерам обрабатывать намного большее количество компаний, чем они делали до внедрения АМАСРМ. Глобально у нас после внедрения доработок выросла выручка. Это главное, что порадовало руководитель продаж. Мне кажется, с моей стороны, что это произошло именно из-за того, что менеджеры ставили больше времени уделять именно продажам, а не выполнению ручных действий, которые они делали ежедневно и регулярно. В внедрении мы довольны, поэтому дальше мы будем продолжать работать с АМАСРМ. Мы до сих пор поддерживаем связь с интеграторами, и в случае возникновения вопросов мы пишем, получаем поддержку и помощь. И сейчас мы уже настолько разобрались во всех дополнительных инструментах, что думаем, что мы скоро будем и дальше дорабатывать, у нас появляются новые потребности. Мне кажется, что когда-нибудь мы реализуем все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова